Учащийся колледжа Савелий Анисимов вместе с однокурсниками сразу согласился на просьбу помочь с уборкой в парке Гагарина. Ребята все утро собирали прошлогодние листья, складывали их в мешки. С начала городского месячника по благоустройству уже более 450 волонтеров из образовательных учреждений и других организаций приняли участие в подготовке к парковому сезону. Я решил, почему бы и нет. Я все-таки хороший гражданин. Скоро будет тепло и можно будет сюда ходить, гулять с друзьями, есть мороженое, ходить на развлекательные аттракционы. Хорошо проводить время. Я буду гулять, а здесь чисто. И все ребята мои будут видеть чистоту, а не грязь. С начала апреля в парках Самары идет генеральная уборка. Только за первую треть месячника по благоустройству очищены от прошлогодней листвы свыше 150 тысяч квадратных метров газонов. Покрашено и установлено более 270 скамеек и 150 урн. Также наводят чистоту на пешеходных дорожках. Повышенное внимание уделяют состоянию детских игровых и спортивных площадок. В парке Гагарина начали мыть колесо обозрения. Кабинки моют как внутри, так и снаружи. Очищают сплит-системы. Генеральная уборка аттракционов идет во всех парках областного центра. Работать они начнут уже с 20 апреля. И хотя колесо обозрения функционирует круглый год, с этого дня оно будет работать дольше. С 10 утра до 10 вечера. Безусловно, особое внимание уделяется безопасности. Без этого мы никуда. Что касается всей аттракционной техники, она у нас проходит и у нас, и у тех, кто работает на территории парков. Она проходит обязательное освидетельствование ежегодное, которое говорит о том, что аттракцион готов и может эксплуатироваться. Параллельно уборке территорий в Самаре приводят в порядок рекламные конструкции. Всего в областном центре их установлено более 900. Чтобы внешний вид конструкций соответствовал облику города и технической документации, рабочие удаляют с опор незаконно наклеенные объявления и граффити. Обрабатывают опоры антивандальным составом. Кроме того, проводят текущий ремонт. Бывает баннер отрывается с рекламной конструкции. Крепления рекламных конструкций, они ржавеют. И приходится их менять. Теоретически. Подобные работы их владельцы проводят два раза в месяц. Сотрудники департамента городского хозяйства и экологии ведут ежедневный мониторинг. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.